всем привет это канал миллион абдулла сегодня будет ролик про марки очень интересная надеюсь потому что мне подарили дорогие хорошие марки сейчас я вам их покажу понеслась третий разок чтобы уж точно понеслась в этот раз пинцет взял подписчики сказал что надо пинцетом брать марки то я опять руками это просто мне конверт прислали с сиди дисками тут марочки такая которую меня нету россия 2021 год какой-то элизаров верно ученый какой-нибудь ну речь пойдет не об этих марка конечно же вот об этих вот об этих вот вот они который мне прислал denis давыдов из перми вот они 4 марки 23 года с надпечатками есть еще такая же серия без надпечаток они приблизительно в одну цену что самое интересное вот здесь марка достоинством 10 копеек золотом вот эта марка 10 копеек золотом и там внизу напечатка напечатано 5 рублей вот 5 рублей слева вот написано 5 рублей здесь сама надпечатка имеет разновидность там вот эта цифра 0 есть вытянутая есть обычная и пятерочка здесь есть обычная и толстенькая жирненькая пухленькая такая вот здесь обычная и обычно здесь ничего необычного нет поэтому это стандартная марка они не дешевые эти марки где-то в районе двух тысяч а то и больше стоит и вот здесь есть разновидность если бы здесь была пятерка жирная этого марка стоило уже очень даже неплохо было бы то есть такие деньги мы приличные уже эта марка одна звезда видите здесь никаких наклеек не следа наклеек клей на месте чуть-чуть она может быть это и неровная но это уже для меня например роли не сильно не играет тем более знаю как разравнивать теперь марки можно их разровнять вот такие вот марки это значит зеленая сейчас по одной буду показывать что самое интересное марки беззубцовые вот они марки беззубцовые видите никаких наклея так вот видите видать это из-за клея такая особенность потому что клеевой слой двадцать третьем году носился и бумага такая была в общем иногда бывает что из-за клея такие рубцы как получаются это особенности есть марка 30 по моему шестого года немецкая там посвящена олимпиаде так там буквы были выдавлены водяным знаком и там из-за этого блок очень сильно портился то есть как только утончение на бумаге идет и клей там буквально разрывает марку и и вот этот видимо тоже из области вот видите она такая помятая из области того что клей там какие-то шутки шутил ну и плюс тому когда она из-за клея выгибается марка да и и пытались разровнять и видимо какие-то рубцы там остались из-за этого тоже может быть вторая марка третья марка по каталогу я смотрел одна звезда по видите а тут уже наклейка то есть это одна звезда а те две марки две звезды вот она видите но я на наклейки вообще сквозь пальцы смотрю почему потому что марки ссср с чистые я хотел собирать в детстве все полностью и тогда за наклейки я даже не знал зачем наклейка нужно что она там меняет наклейка меняет очень много именно в цене это просто конверт в котором был прислан там было еще белый такой карт картонка белая вот это я уберу так и вот еще одна коричневая марка смотрите такая просто вам ее поставлю чтобы вы посмотрели повнимательнее такая печать как чё здесь тоже наклейка вот она даже что там какой-то след нет это просто такая черненька что-то вот две марки с наклейками две марки без наклеек но так как мне на наклейки в принципе по руму то я на это сквозь пальцы смотрю сейчас я вам покажу собственно говоря альбом советским транспортом вот эти марки уже надо брать пинцетом эти марки рукой брать как-то не очень хорошо и на первом листе в альбоме как раз внизу целая строка свободно совершенно можно расставить их так это 15 копеек 20 копеек 5 копеек и 10 копеек я расставлю их он отпечатком потому что их лучше видны по напечаткам вот так видите это как бы угловые вот эти две марки да как бы угловые вот эти уже видимо из другой серии видимо так что denis если у тебя здесь пятерка цифра 5 вот на этой марке мы зеленого цвета толстенькая ты говорил что у тебя два набора одинаковых вполне возможно если ты не очень хорошо разбираешься в марках вот тот второй набор как раз мог быть с разновидностью вот так так что посмотри но если ты разбираешься они абсолютно одинаково это тогда же другое дело но я не знаю уровень квалификации у меня он ну как сказать я бы сказал по сравнению с такими зубрами коллекционерами конечно еще может быть не очень сильный уровень можно сказать что и слабый но с обычным человеком конечно у меня уже уровень несравнимо высокий я уже понимаю что такое разновидности что такое каталоге как где искать информацию о марках понимаю стилистику понимаю чем бумага отличается здесь вот например на зеленая на желтоватого цвета бумага до остальные три марки они как бы на другого типа бумаги вполне возможно что в моем каталоге не указан не указаны различия бумаги да но есть еще каталог ляпина там очень подробно такой профессиональный разбор марок и там скорее всего может быть указана разновидность по бумаге то есть это зеленая марка могла быть на бумаге светлого такого тона и желтоватого тона может быть толщина бумаги тоже разная и так далее так далее так далее так далее разновидности двадцатых годов их было очень много потому что крыше делались ну как сказать скорее всего в спешке потому что ссср только появился и надо было срочно что-то делать ну в общем тяп-ляп как обычно вот этот мой альбом с марками здесь не совсем по хронологии вот этот у меня набор из пяти марок гашеных и 1 чистая купил что-то под руку подвернулась в общем-то и недорого купил это вот тоже набор из 7 марок 1 марка с надпечаткой причем в детстве надпечаток конечно мы не видели даже даже не знаю что они бывают коллекционеров в ссср было миллионы буквально после миллионы было массовое занятие поэтому какие-то редкие марки их вообще никто никогда не видно но в клубах только на мальчишки даже не знали где клуб находится так вот это челюскинцы самый знаменитый набор в ссср здесь все настолько красочно настолько красиво в тридцать пятом году уже полиграфия была на очень высоком уровне в ссср то ли станки купили то ли чем немецкие скорее всего краска очень качественная бумага с водяными знаками все как лучших домах вот это вот марка 10 копеечная вот она с ливаневским она еще надпечатку имеет она там мясо надпечаткой пока нету вот зато у меня есть вот такая вот марка видите там вот я уже показывал давно но здесь сейчас у нас full hd вон там значок руки взял опять будут ругать и там цифра 25 я сначала не знал зачем этот значок нужен какая-то специальная пометка оказалось что это действительно пометка специальная магазина комиссионного у каждого комиссионного магазина была своей печати чтобы никто не мог леваком торговать матки марки марки метились вот этими печатями причем что интересно раньше тоже не очень давно узнал это кстати самая дорогая марка из этого набора вот она без клеевого слоя совсем с наклейкой и гашеная если бы там был клеевой слой этот набор бы стоил разве как два дороже я покупал его давно сейчас не знаю сколько они строят уже подорожали особенно дорожают самые редкие марки они как-то критически дорожают а все остальные так подтягиваются с опозданием марка просто очень красивый такой оливковый цвет качество печати на и настолько высокая что тут все видно каждую мелочь каждую деталь полиграфия ой это же даже не при графе это типографская печать наверно там их этих печатей тоже очень много и в марках обычно обычно просто хочу сказать что первые марки да вот такие вот но там первые пять штук вот это вот копейка 3 5 10 15 копеек они недорогие их больше делали а вот эти дорогие марки там 50 копеек 40 30 25 20 они уже гораздо дороже чем вот эти вас в разы дороже то и в десятки раз потому что их печатали очень мало они как правило шли на международную почту самые дорогие на авиапочту а самые дешевые на обычные конверты клеились так тут ну тут что этот вот набор с самолетами когда его покупал я покупал в клубе коллекционерского вот смотри разновидность покупаю тоже доброта ладно бери в придачу мне не жалко здесь и он как как он мне сказал именно на клише вот здесь вот видите тоненький зеленый вот такой волосочек как бы пропечатан и то есть разновидность то есть это такой вот дефектик в клише и одна марка на листе имеет вот этот вот дефект соответственно она конечно же дороже чем остальные ну это у меня как такая вещь которая ну так можно сказать как казус какой-то принципе я за ними не гоняюсь но так он мне подарил я ее взял будет очень много мне дарили марк очень много я покупал советских особенно много покупал одарили очень много иностранных здесь все советская вот здесь тоже я хочу показать видите марки в очень хорошем состоянии буквально прям нулевые совершенно наклейка была сделана вот этот отворот то есть был лист вот лист и на листе были две такие полосы но это в типографские всякие штуки там цвет чтобы был то ли легче проверять как то так пропечатка чтобы было я не знаю на чего эти линия но они не просто так естественно здесь видите наклейка и у меня все время руки чешутся оторвать оторвать потому что она как-то ну неровно такая иногда некрасиво вот в этот раз я ее подогну конечно ее наверно оторву все штуки но вот пока рука не поднимается все-таки марка старая хорошо бы и так оставить но когда такие вот хвосты везде одинаковые ровненькие то их можно оставить они как-то смотрится когда на одно есть на другой нет на другой есть на другой нет или там с одной и другой стороны не очень-то красиво смотрится хочется чтобы в альбоме все было красиво эстетика должна быть какая-то этот набор у меня не полный качество марок у меня в основном низкая тридцатых годов в основном потому что они покупались там где попало как попало подсовывали мне конечно же пользуюсь моей доверчивостью что похуже что-то дарили ты тут я например купил уже немножко так руку набил покупать уже проверил все чтобы было все хорошо этот набор у меня в очень хорошем состоянии потому что он связан с моей ностальгии у меня марка была и это по моему это и это и это по моему даже это но чуть ли не весь набор какой-то вот это не было и это тоже вроде бы не было этот набор тоже связан с моей ностальгии мне было вот только одна марка это надо было не марка вырезка писать и вырезка из какой-то из какого-то журнала наверно все штуки эти марки тоже помню эти помню но эти ты конечно я помню как только там несколько штук я их видел и там 28 в наборе по разным тематикам я их разложил этот транспорт тоже у меня гашеный это самый дорогой набор ну их вообще 28 было выпущено вот такой в такой стилистике но они были разбиты по наборам по 2 по 3 по 4 штуки там полом даже 7 что такое и самая дорогая марка вот это с кораблем корабли почему-то самые дорогие наверно моряки были богаты покупали марки с кораблями за любые деньги вот и мы продавали подороже здесь эти марки вот у меня тоже в детстве кое-какие из этих были но не все конечно же здесь серия интересна тем что здесь редко достаточно редко в ссср использовали цветную бумагу вот здесь она такого розового цвета здесь желтого здесь тоже желтого здесь тоже розоватого слегка там еще какая-то здесь белого в основном цвет бумаги был однотонный вот здесь набор из двух марок здесь должны быть еще две беззапцовые пока я их не купил а это вот почему-то у меня пока все еще гашеный потому что он таком хорошем идеальном состоянии что даже его менять и не хочется иногда гашен и бывают очень хорошем состоянии я их оставляю на потом хочу конечно все чтоб чистое было у меня это я финляндии купил набор такой довольный он в таком состоянии как из типографии вообще супер просто этот со спецгашением блоки они конечно как бы не считаются это спецгашение должно идти только на конверт конверт первого дня выпускается вот этот штемпсель на один день на одни сутки и им гасятся конверты с марками или с блоками которые ведь картинка похожа то есть козырной конверт вот с таким блоком наклеены и вот с этим гашением это будет конверт первого дня а это уже чисто такая не коллекционная мулька но людям нравится и мне например тоже нравится когда печать хорошо видно целиком на блоке пусть будет или на кварт блоке очень хорошо эти вот дорогие марки вот это вот и вот это меня тоже гашеная здесь еще одна должна быть марка это из двух марок набор это просто ну не по хронологии у меня здесь конечно все разложено но ничего страшного пока так вот этих марку меня было много этих но в очень жутком качестве даже здесь не очень хорошая осталась тоже вот не дешевый набор я купил этот вот да это арктический какой-то арктика заполярье ух наборчик с каналами такой сталинская эпоха есть такой термин линия она и сталиния она сталинисты собирают например все что связано с именем сталина марки книги значки и так далее да и тому подобное вот этот конечно же очень хорошо подойдет для сталинистов потому что есть вот теплоход имени сталина вот он тут теплоход идет имени сталина пожалуйста здесь вот эта марка у меня было детстве очень большая ностальгия с ней я так и и любовался она у меня потертое все было рисунок почти не видят а вот но эти тоже потом появились ну вот с этой да я ее помню хорошо какая у меня было потертое сейчас полностью чистенький набор здесь тоже все замечательно тоже эти марки я помню от этих самолетами вот наборчик этот я помню тоже хорошо его увидел музей арктики антарктики там вот все эти марки были челюскинцы там были чистые приходил специально смотреть марки челюскин вот в этот вот музей можете поверить чистые марки можно было увидеть в идеальном станет только в этом музее все я просто не знал что есть клуб филателистов и где он находится ну не знал что делать надо же сейчас век информатики все узнать легко а тогда в ссср нет если тень никто ничего не сказал то этого как бы и не существовало информационный вакуум поэтому вот и кстати это спецгашение красного цвета и черного выставка была столетия почтовой марки и там на открытии были одни и печати на закрытие другие печати там ему несколько нам видов было печати это был большой праздник филателистический вот к этому празднику сделали два блока это один мы просто здесь гашением а там в конце еще есть изгашение она вот не в конце даже в середине вот они 100 лет почтовой русской марки здесь уже пошли марки по современнее 60-х годов это конечно моя махровая ностальгия эти все марки я прекрасно помню все до едины эти у меня были эти какие-то из этих были каких-то не было сейчас уже вспомнить каких не было очень трудно какой-то наверно не было одно или двух я помню этот набор собирался у меня то одну марку найду то другую думаю надо же какой большой набор уже четыре штуки в том хоп 56 а тут оказывается 9 марок я не знал здесь марка с надпечаткой там тоже разновидности в распечатке есть но в этой надпечатке момент до этого как-то так вот этот блок купил ну как сначала купил вот этот вот который с надпечаткой дорогущий мете вот он он оказался подрезаны но мне про это никто не сказал продали под дешево я удивился ой какой блок то хороший недорого а потом раз купил уже в клубе смотрю и уже понял что он подрезанный когда каталоге все стал смотреть тогда каталога не было и вот сравнил думаю надо же но пусть будет как тоже такой казус потому что когда-нибудь может появится нормальный блок вот этот будет все но я оставлю его на память то что покупку пилу в одного продавца на уделки сейчас уже наверное не знаю жив он или нет как-то так эти марки очень хорошо помню мне их всем лет не было мне подарили 3 рубля я купил маленький такой зелененький альбомчик но с двумя разворотами и там были эти марки там были просто разнобой но все марки были чистые и стоила эта штука 2 рубля 70 копеек немыслимые деньги на первоклассника которым денег почти никто никогда не давал там дадут 15 копеек на мороженое все тут только 3 рубля я сделал покупку выбрал эти марки до сих пор помню и вот эта покупка ну за три рубля она настолько на меня провела большое впечатление что те марки которые были вот в этом маленьком альбомчике я их помню практически и когда их вижу всегда улыбаюсь до ушей потому что помню тот момент тот мой восторг это мне подарили эти деньги я пошел купил марки вот это было просто какое-то чудо причем подарили ни с того ни всего на тебе игры говорит и дает 3 рубля это было здорово это вот вертолет самолеты чем 65 год год моего рождения этим маркам уже скоро 60 лет будет антикварный возраст очень люблю когда у меня появляются вот такие вкладыши у меня и достаточное количество есть каких пакетиках продавали марки союз печать от 74 год 7 негашенных марок ссср серия не название арктики антарктиды в основном их всегда конечно выкидывали все эти пакетики никто их не хранил редко когда поэтому эти вкладыши еще поищешь я их специально не ищу но когда они появляются очень радуюсь потому что но вещи редко были еще вот такие сувенирные блоки ну как блоки это не блок от сувенирный листок посвященный там марки вот марка сама вот этот вот сувенирный листок он номерной и вот здесь что самое ценное печать спецгашения поэтому вот этот вот сувенирный листок мне подарили я очень доволен такая не почтовая вещь но я собираю такие вот эти фантики как их называют филателисты крутые но как крутые они крутые только потому что собирают марки которые стоят кучу денег и еще вопрос собирают они их или все-таки хотят продать чтоб нажиться так что филателистами не знаю назвать их или нет пары где просто будет точнее а я действительно собираю марки получают них колоссальную радость даже марка может быть не очень дорогая как здесь например вот эта марка она же недорогая не эти блоки не очень дорогие эти марки ну вот это подороже так у меня ее и не было в детстве а вот эти все были а вот это не было я даже не знал что она есть поэтому меня к ней такое отношение ну да уж набор как бы с ней полный но самое вот такие распространенные вот эти вот две марки бы они были у меня и у всех остальных эти уже изредка я видел это было очень распространенное что вот так вот вот эти марки как раз когда я был первый второй третий класс они массовыми тиражами были почти у всех мальчишек все 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 марки эти имели ну правда конечно гашеные чаще всего я очень хорошо их помню они конечно тоже вот являются самыми ценными в моей коллекции не по сумме которые они стоят а по воспоминаниям которые мне они дарят вот видите еще треугольные вот эти марки вот волга вот москвич вот запорожец вот белаз вот шишика газ 66 я на ней ездил когда учился перед армией на курсах военных отдыха машина конечно зверь смотрите у нее даже в шинах есть специальные насосы и если кто-то выстрелит по колесам там одно отверстие будет или два от пули калашникова да это насос сможет подкачивать воздух быстрее даже чем будут он выходить из той дырки и машина сама может ехать с пробитыми колесами она будет ехать вообще очень проходимая такая неприхотливая нифига ни разу если что мне очень удобно рычаг переключения сзади расположена привыкаешь вот это вот марки тоже это 72 года какой ностальгии мне тоже их подарили как я радовался какие они красивые вот эти марки там металлография цвета такие шикарные я сейчас занимаюсь тем что исправляем зрение и делаю очень специфические упражнения которые сам разработал и вы знаете буквально вчера у меня прорезался не то что вот четкость с этим еще много мне придет национально работать а цветность вдруг появилась у меня я так был удивлен когда смотрел сделал упражнение вдруг так в глазах чувствую что-то не то смотрю на сиди диски там корешками стоят и смотрю и глазам своим не верю то есть пришлось поверить потому что все белые цвета которые там были до обычно же много белых цветов на корешках там они оказались разного цвета разного оттенка что-то желтоватое что-то коричневато и у меня очень темные трусы темно-темно синего цвета и носки и обычно они при очень таком освещении сливаются в темное пятно как будто бы черное что-то лежит тут друг синий цвет вот этот вот проявился понимаете то есть я увидел много-много цветов и вообще тетрахромат это человек который видит много цветов а тут когда активизировал упражнением видимо вот эти колбочки которые видят цвет они напитались энергией питательными часами вдруг начали работать то есть появилась связь ох это я вам скажу столько цветов оказывается есть в мире оттенков всяких их и так много а когда вот упражнение сделаешь смотришь цветов прямо будто вылезают номерной блок но у меня его не было так для меня как 74 год казалось бы но все номерные расхватывали те кто состоял членом клуба филатеристов им по почте пересылали вот эти все блоки по выдаче все марки они обязаны были выкупать но и в том числе им давали вот эти номерные блоки но обычным людям и эти перекупщики продавали по 5 рублей хотя блок то стоит копеек 50 лучшем случае здесь тут непонятно 40 копеек да наверно 40 копеек вот эти 40 копеек это тоже номерной блок попозже вышел тут это все вот этот я хорошо конечно набор помню этот этот вот эти вот две марочки ох они у меня воспоминаниях прям впечатались вот этот уже появился позже красивый просто красиво это вот еще ностальгия это тоже позже 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 нет это тут не позже ты как раз ты как раз какой год то 7 4 ну естественно это марки моего детства сначала семидесятых конец шестидесятых раньше там все марки проскатывали в основном плохом состоянии конечно который старый ну а новые это уже свежак пошел ностальгии мало имеет отношение моей вот эти наборы я помню тоже непонятно когда без каталога было непонятно сколько их штук оказалось что их дохрена вот видите почти полный лист всегда естественно хитрили из пяти марок продадут 4 потом окажется их 5 надо докупать уже по одной их не продают опять набор но это советские хитрости потому что цена была одинаково менять нельзя было скидок никаких не было поэтому хитрили этот т.б. вот это вот когда две марки треугольная они составляют т.б. это вот листик даже как сказать это даже не лист а сцепка из малый лист и одинаковые марки и большой лист а это сцепка есть просто серия из 8 марок сцеплена ну еще здесь естественно вокруг какие-то тоже продолжение рисунка так что еще дрейф во льдах арктики 85 год михаил сонов вот он михаил сонов а где собственно говоря а тут вот с надпечатка без отпечатки что-то нету на другой серии там вот эту марку я долго искал все сначала купил у барыги в одного там на уделке просто ворох марок набрал дома тут 4 но смотрю в каталоге а 5 это нет на наш как он меня красиво сделал напихался к этом но в принципе не недорого куплю так что пришлось наборы за этой марки покупать полный да здесь на краешке марки видно что это спец горшение здесь марка такая немножко затертая вот целый набор а здесь со спец горшения вертолетики камаз нурекс кгс в советское время все время какие-то передачи про какие-то строки огромные а когда сидишь никуда не ездишь на эти строки кажется это что-то такое абстрактная где-то там непонятно что а когда уже повзрослел так немножко я да думаю надо же сколько на настроили у нас в ссср всяких огромных объектов огромных фабрик заводов всего такого вот как ну как мы жили все трудились на благо и и самолеты делали и машины делали даже и вот в грузии был завод который делал машины кутаиси вот я не знал этого оказывается был а где он теперь неизвестно в ссср все было сейчас вот тю тю где рафики рижский автофабрик машины тоже не видно что-то куда-то подевались а раньше они везде везде по всему городу шныряли одни сплошные рафики рафик милицейский рафик медицинский рафик маршрутный автобус рафик просто там какой-то там полугрузовой чуть такое полно было сейчас нету завода нету вот так вот вот тебе и и улучшение это то всякие японские не сами процветают у нас тут ну правда сейчас вот вроде бы у нас тоже что делают но советская конечно здорово пострадала много фабрик закрылась причем они закрылись не за того что там плохо делали или там еще что-то было не так закрылись специально чтобы нашу страну задвинуть как можно ниже равно как и остальные республики тоже хотели задвинуть какие-то задвинуть удалось какие-то вот россию россии каким-то образом вывернулась это еще не до конца я так думаю вот тут тоже корабли какие красивые много ледоколы теплоходы все советские марки советские достижения было много советских достижений было много совет советская все ругают сейчас но это неправильно все ругать конечно не все было хорошо было много перекосов изделия были сделаны как-то так все очень дубово как говорят некоторые западники кондова советская все кондова и но вы знаете все что было советским она иногда ломалась так по первости а потом когда починишь чуть туда как он потом работал много 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 лет а некоторые вещи они даже и не ломались например холодильник а.к. это авиационный завод и вот у меня один холодильник второй холодильник появился тоже этой фирмы а.к. так вот первый холодильник до сих пор работает а ему уже годочков то как мне то есть 60 лет он пашет почти что а вот этот вот который я купил восемьдесят пятом году по моему да где-то наверное 85 86 год ему уже 30 лет возраст не чувствуется он как работал первый день так и сейчас работает там насос есть соки разливать и вот этот насос все еще пашет только нажми что не то что он там нажмешь он тупо что не порно только дотронуться хотя ты его не нажимал там несколько лет им пофигу потому что авиационная техника жалко что вот час а холодильнике а.к. что-то перестали делать я только их и покупал купил на 60 лет нормально а это у нас ходили автобусы водный транспорт очень удобно было прям без всяких пробок сел джиг и в центр а сейчас куда-то подевался вот такой вот альбом вот такой вот рассказ о вернемся на первую страничку вот надо запечатлеть для заставки красиво было так ну чё снял как как смог и рассказал очень красивый набор мне нравится так что denis огромное спасибо я очень очень доволен этот подарок это еще один шаг мечте моего детства мечта моего детства это собрать все чистые марки союза советских социалистических республик вот на один шаг я стал ближе спасибо тебе denis анекдот про марки идут две марки одна на почту другая суд суд судебная пошлина марка такая и так мимо проходит одна такая ну чё я на почту по путешествия посмотрю как чего я судебная марка буду вершить судьбы я важнее чем ты ты так фигня еще и штепселем по морде тебе настучат будешь там слянуться везде где не попало никакой света не увидишь будешь там по коробкам по каким-то рассолам а вот я такая важно ну да обычная марка говорит ну да ты важная конечно какого-нибудь уголовника будешь там пошлина его все равно посадят так что с тебя толку то ноль ну вот такой анекдот в голову пришел не знаю почему петь песни не буду потому что решил что все таки надо петь песни хорошо и там где музыка а здесь все таки филатели какие могут быть песни будешь петь песни раскрытишься слюни напустишь и все марки испортишь еще один анекдот значит летит альбом с марками вниз с девятого этажа прямо на асфальт вот летит 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 распушился весь и марки вылетели двером и так как дожди пошли но все люди не обратили внимание точнее деньги подумаешь ерунда какая только один старый коллекционер стал лихорадочно судорожно собирать чё ты делаешь это же мусор он никому не нужен какие марки ты чё дурачок что ли кто говорит вот у меня здесь книжечка с собой каталог называется полюбопытствуйте ну один так полистал вдруг у него лицо побледнело вытянулся он сразу книгу отшвырнул и стал лихорадочно собирать марки а второй третий и так все собирают собирают в каталоге посмотрели сколько стоят эти марки какие они из себя вот оказалось что это очень дорогие марки кто-то их дурут и выбросил коллекционер заметил слава богу у него с собой был каталог он посмотрел сначала потом все тоже начали эти марки собирать где смеяться то а где смеяться действительно смеяться над тем что марки оказались все фальшивые и никому не нужные напечатаны на газетной бумаге коллекционер их развел как обычно пошутил а сам для видимости только собирал рассказывать про марки конечно это смешно будет только коллекционерам обычно люди не коллекционеры хочу смеяться над этим юмором еще один приходит один мужик другому в гости смотрит полный шкаф альбомов с марками ты чё дурочок зачем столько набрал понятно что выбрал какую-то одну тематику собрал бы и любовался нет надо тебе целый шкаф ты же его за всю жизнь не просмотришь ну коллекционер посмотрел на него как на дурачка ну ты ничего не понимаешь поэтому так и говоришь вот давайте я покажу и расскажу один альбомчик а потом второй а потом третий а потом тебя за уши не оттащишь сам будешь коллекционировать у меня выкраничивать чтоб я тебе что-нибудь рассказал показал он говорит нетушки не уговорил лучше я буду собирать чешуйки со шкурок змей как я уже это и делаю много лет вообще бред какой-то они кто-то сегодня не зашли ну ладно хватит наверное уже надо спеть по чему-нибудь попробуй все-таки я спеть хоть это не музыкально попробую потому что вот я зашел недавно в магазин где пластинки виниловые продают и там с продавцом что-то разговариваю а я вот блогер там занимаюсь вокалом люблю музыку ну-ка спой чего-нибудь а я же не знал что она вокалом-то занимается я ее не подозревал даже ну так взял что-то такое сделал вот так вот то есть сверху вниз как прошелся только у меня чище получилось а он такой прикольно а потом когда мы разговорились выяснилось что она занималась вокалом а когда человек занимался вокалом он тебя оценил хотя я не пел просто одну фразу про это самое времени мы не тратили на обсуждение моего вокала мы в основном про пластинки говорили вот я там нашел одну пластинку но она дорогущая ой ну ладно какая пластинка я же про филотелию про филотелию да про филотелию значит нужно вернуться на тему филотели в колею я хотел марш филотелистов исполнить давайте-ка попробуем экспромтом вообще может залепух какая-то получится ну вы уж как-нибудь вытерпите мы филотелисты марки собираем вперед ура ура идем вперед наши альбомы большие толстые забиты все шкафы много марок мы собрали вот так еще хуже получилось хватит смейтесь короче смешно не забудьте мне прислать денег написал что у меня скоро день рождения марки мы эти деньги очень пригодятся чтобы купить себе подарок всем спасибо за внимание что досмотрели до этого места было очень приятно можете ставить лайки комментарии пишите обязательно кто филотелист особенно а кто не филотелист тоже пишите и всем желаю счастья здоровья любви процветания мирного неба над головой чтоб все у вас было замечательно особенно долголетие ну здоровья такого крепкого и особенно счастье в личной жизни всем пока пока